Рождество – самый значимый день для каждой православной семьи. С древнейшим праздником связано огромное количество традиций и обрядов. Воспеть чудо рождественской ночи и зажечь дома праздничные свечи – это еще не все. Считается, что в этот день нужно радоваться каждому гостю, пришедшему к вам на порог. К слову, в концертном зале гостей не счесть. И каждого из них встречали уже на входе добрым словом и поздравлением. Особым гостем праздника стал епископ Антоний. Семейный праздник, который собирают и родители, и детей за одним столом в одном храме и в одном зале. Сегодня перед нами выступали воспитанники воскресной школы Кафедрального собора Рождества Христова Солигорска. У нас учатся 250 детей. И по традиции на праздник Рождества Христова и Пасхи дети организуют замечательные представления. Хотите войти в Царство Небесное, то будьте подобны детям. А главное качество ребенка – это забывать обиды. У ребенка очень быстро настроение печальное переходит в настроение радостное. Вот я всем нам желаю поменьше обращать внимание на проблемы, которые бывают в нашей жизни. Помнить о том, что с нами Бог, Он родился для того, чтобы нам помочь. Всех с праздником, со святым, с Рождеством Христовым. Мероприятие проходило под песни церковного хора, каждая из которых была подобрана с особым вниманием. Песни сопровождали все представления и наполняли каждый выход на сцену особенной атмосферой. Подготовка главной ночи в году шла на протяжении нескольких месяцев. Репертуар духовных песнопений, сценарий спектакля, костюмы детей и декорации – важна каждая деталь. Рождество Христово – это один из главных праздников всех православных христиан. Сегодня наш младший хор, наши воспитанники воскресной школы Солигорского кафедрального собора мы устроили программу такую, посвященную Рождеству Христова. Мы готовились к ней три месяца. На протяжении трех месяцев было очень много искушений, очень много было неудобных обстоятельств, которые мы смогли пережить. Мы надеемся, что нашим произведениям мы донесем всю главную суть, весь основной смысл данного праздника. В этой программе мы хотим передать людям то, как мы понимаем Рождество Христово, рассказать о тех событиях, которые прошли в ту ночь. Хотим показать, что Рождество – это не очередной праздник, за которым можно собраться со столом и покушать, а это что-то большее, что-то высшее. Свет погашен, звуки песен умолкают, и вот на сцене уже разворачивается целая история. За несколько часов декорации меняются несколько раз. История Иосифа и Марии показана в Театре теней и плавно переходит в библейские притчи про паука-крестоносца и появление звезды на елке. Атмосферные декорации и красочные костюмы самых маленьких участников становятся завершающим штрихом праздника. Как признаются сами дети, для них Рождество – праздник особенный. Я участвую в Теневом театре. Сегодня мероприятие посвящено Рождеству Христову. Это праздник, на который собираются не какие-то посторонние люди, а вот близкие, родные. Рождество Христово – это когда родился Иисус Христос. Я участвую в этой программе, потому что мы прославляем самого Иисуса Христа. Мне очень нравится. У нас хороший педагог, у нас мне дают всегда хорошие слова. Мне нравится. Настроение просто классное, потому что у нас выпал такой шанс поздравить людей, жителей Солигорска с этим великим праздником. В конце мероприятия все участники получили сладкие подарки, которые стали приятным дополнением, чтобы уже вечером юные артисты могли поделиться сладостями с близкими за праздничным столом.